а сегодня будет ремонт или отбраковка уже телевизора philips power vision вот такой классный дизайн на свое время вообще балдеж хотя экран не плоский что там у него за модель а модель у него 21 gx 85 68 дробь 59r вот как сложно не пойму вымазана заклеена что это такое и шасси это опять кто-то отрывал зачем-то с анубис знаменитая ну что может быть в этих philips что может ломаться давайте включать посмотрим что может как всегда электролиты может сгореть микросхема кадровой развертки может сгореть строчный транзистор это наиболее вероятные причины чтобы мы там себе не выдумывали есть список который для всех телевизоров одинаков ключа включаю о такого еще не было слышите и и и и это не в динамиках это где-то изнутри такие писки идут а ну-ка сзади слышите писк и нет режима ожидания или по другому дежурного режима светодиод впереди не загорается будет реакция пульта кстати нет привезли говорят если сделаете то пульт купим вот часто уже такое бывает сейчас сделайте из мусора хороший телевизор называется ну что может быть вашей версии пишите сразу в комментарии вашей версии пока не досмотрели до конца дело тебе не противно бросай ты этот хвама бросай его ремонтировать ухты тут какая-то секретная информация смотрите какие-то коды энигма не знаю даже что это такое по моему у этого телевизора нет сервисного режима и такое вот здесь откуда она взялась тут видеопроцессор без цифровой шины тогда 83 62 так да так продолжаем тему ну грязище опять заросший пылюкой грязюкой как он вообще работал но о чем это говорит что работал хорошо судя по состоянию и наличие вот этого хомута и укладки высоковольтного провода он ни разу не ремонтировался вот вам идеальное состояние и идеальное уже не идеальное куча грязище куча мусора как он вообще такое продолжительное время а наверное лет 20 он отработал опять чистить надоело уже эта мусорка надоело надо переходить на ремонт новых телевизоров смотрите плата кинескопа регуляторы наличие регуляторов говорит о том что никакого здесь сервисного режима нет телевизор древний а кинескоп чик какой посмотрите это же настоящий панасоник я вам скажу краски в этих телеков очень классные так хорошо пылесос и будем выяснять причину а почему пищит пищит значит напряжение внутрь приходит значит блок питания даже пытается запускаться и ему либо чего-то не хватает либо по выходу у него козы короткое замыкание либо ну естественно перегрузка что это может быть плохие электролиты в первую очередь в первичных цепях блока питания плохие электролиты по вторичным цепям если нет козы но так пищать может быть из-за того что у него козы строчного транзистора вот он там притаился может такое быть ну теоретически может плохой тдкс может быть может быть но нам хочется причину полегче все таки зачем нам такие сложности динамики смотрите один с такой шахтой большой сколько 8 ом 6 ватт смотрите вот хороший звук должен исходить из большого динамика и динамик поменьше сколько там 8 ом 3 ватта вот такая акустическая система в этом телевизоре он ни разу не разбирался и вы так просто не вытащите плату вот у него есть такая фишечка черненькая смотрите которую нужно вытащить если не вытащите плату не вытяните вот такая интересная штука если уже ремонтировался то может уже и не быть этой штучки в телевизоре плюс плюс не забывайте вот эти вот ограничители отклонять вот один и вот там вот второй и смотрите еще какую гадость обнаружил вот это уже недостаток конструкции передавленный провод ерзали ерзали очень опасно придется перемонтировать укоротить хорошо что я увидел эту бяку так выдвигаю чищу дальше кадровая развертка микросхема кадровой развертки выходила из строя выходила из строя по причине высохшего конденсатора вольт добавки было вот этот знаменитый транзистор смотрите здесь ни разу не менялся это когда светодиод впереди непрерывно моргает и нет напряжения 8 вольт если мне память не изменяет смотрите под какими экранами находится видеопроцессор и процессор управления вот так боялись всяких разрядов статики смотрите вот так все кнопочки подпирались планочкой смотрите ох как все правильно делалось то когда-то а потом стали халтурить позистр видно что ни разу из строя не выходил на месте предохранитель родной стоит с цветными полосами то есть этот телевизор ну правильно я сказал он ни разу не ремонтировался давайте посмотрим на ту сторону что мы там с вами увидим опять же вот длина всех проводов позволяет нам вот так вот шасси перевернуть и красиво рассмотреть а кто говорит не делай так отломаешь горловину кинескопа никогда не отломал чушь умейте красиво работать аккуратно и никогда ничего не отломаете что такое это же что это канифоль или остатки какого-то флюса ой какое качество плохое работы какое плохое качество филлипса я просто сейчас некоторых частюль нервирую вот вам остатки канифоли на плате и в одном месте и в другом месте и что это мешало телевизору хорошо работать нет он прекрасно отслужил все эти годы вот смотрите что это как то такое недомыто плата и что и отлично все работало так при такой старости телевизора я рекомендую пропаять видео процессор я рекомендую пропаять процессор в общем то все микросхемы тдкс проверить пятую ножку микросхемы на козы при данной сейчас неисправности нет ли там замыкания или по моему 7 питание проверить вольт добавку кадровой развертки могла присохнуть тдкс мог выйти из строя мог мог козы на коллекторе строчного транзистора есть или нету вообще-то хороший в ремонте телевизор один из лучших в ремонте и ремонтопригодных и запчасти были и наверное есть и сейчас кстати на тдкс и я вам не показал девяносто шестой год считайте двадцать четыре года пусть он даже работал с какими-то перерывами вот все же ни один современный телевизор столько лет не отработает это я вам точно говорю так показываю диагностику вернее сейчас сам проведу предварительный осмотр чтобы не терять ваше время и расскажу про неисправность а вот и на каркал коллектор строчного транзистора зачем я его так вот почистил от припоя почистил с помощью олово отсоса я освободил ножку для того чтобы вызвонить короткое замыкание вот здесь на дорожке фиксируется короткое замыкание это дает транзистор или это дает может быть тдкс или какие-то цепи блока питания а как выявить освобождаем от припоя коллектор строчного транзистора и становимся щупом на коллектор и относительно корпуса звоним к з а вот здесь короткого замыкания уже нет стало быть у нас неисправен транзистор но из-за чего он вышел из строя из практики могу вам сказать что причин кроме тдкс а здесь не бывает лично моей практике не было виноват скорее всего стреляющий тдкс о это он и так долго выдержал я встречал такие телевизоры на там пятом седьмом году службы и уже нужно было менять тдкс а этот почти вечно проработать как же я анализирую эту цепь цепь то у нас долинная и начинается она в блоке питания вот диод строчной развертки он дает нам напряжение 110 вольт в дежурном режиме 95 в рабочем режиме вот цепь продолжается и стоит электролитический конденсатор вот через дроссель дроссель цепь продолжается видите я первоначально не коллектор строчного транзистора освободил от припоя выпаял одной ножкой дроссель в плате для того чтобы оборвать цепь питания и вот здесь уже у меня короткое замыкание а здесь его нет значит цепи блока питания диод электролитический конденсатор в норме теперь получается может быть вот этот электролит дает короткое замыкание и и тдкс смотрите вот цепь питания строчной развертки продолжается и приходит на ножку тдкс а и через вот эту обмотку поступает на коллектор строчного транзистора и вот таким вот отключением сначала здесь а потом здесь я убедился что замыкание вот на этой дорожке отпаял коллектор я убедился что виноват строчный транзистор а здесь замыкания нет а может быть так что даже вот обмотка тдкс а может сидеть на корпусе понимаете и давать какое-то сопротивление относительно массы относительно корпуса вот так методом исключения я обнаружил эту неисправность и что теперь нужно менять строчный транзистор нужно менять строчный транзистор какой он там вот он маленький стоит бу 1508 в корпусе то 220 и менять тдкс 1142 . 5041 а вот проблема то а не мог ли он бахнуть по видеопроцессору коль я уже рассказываю про эти неисправности я вам хочу все-таки уточнить у меня когда-то была проблема или с таким шасси или gx 110 но точно на таком видеопроцессоре что гнала на экране древесную структуру я никак не мог понять почему конденсаторы я уже поставил хорошие но до меня там был ремонт и вот этот экран был отломан и когда я из медной фольги сделал новый экран я полностью победил древесную структуру вот такой вот интересный был случай так что древесная структура может быть не только из-за вот этого вот дросселя я в одном там видео рассказывал про фунай не только от скажем плохой фильтрации накопительной емкостью и не только от вот этих электролитов ай ну и от само тп и может быть между прочим когда-то был случай был феррит треснутый на таком трансформаторе и тоже гнал древесную структуру такая дополнительная информация вам что делать у меня нет такого тдкс а нет желания его абсолютно покупать я людям позвоню спрошу что они хотят сколько они хотят вкладывать в этот телевизор я вам скажу он вполне классный телек можно его запустить но нужно купить тдкс метром посмотрел емкости ну на удивление классные и в этом телевизоре они бывают даже подпухают хорошее состояние такое ни разу не ремонтировался и если заменить тдкс будет работать и дальше но если люди решили новый покупать пусть мне скажут и все тогда я его списываю может быть для каких-то будущих экспериментов и на этом мы этот ролик закончим а как же закончим я вот хотел вам показать что запись по филипсу вот такой телевизор тридцать первое марта 2006 года и была проблема была проблема с вот этим вот транзистором то что я сказал в начале потом там и шасси видите а ну без с ну так не аккуратно быстро записывал 13 альбом схем зеленый кажется его интересная информация купил новый тдкс у юры 43 гривны 75 копеек это наверно когда доллар был по 5 оказывается здесь его уже кто-то менял наклейка nix стоит никсовский трансформатор стоял и я такой же купил неродной вот такие даже записи я делал это что я вам только что рассказывал вот 95 в рабочем режиме через обмотку поступает на коллектор строчного транзистора я себе зарисовывал я себе анализировал да и пригождались эти записи пригождались мира ну вот и все телевизор списывается и ролик заканчивается я позвонил хозяевам телевизора нет они вкладываться не хотят покупать тдкс а я ж не знаю ребята что там дальше после тдкс а там может быть биты и видеопроцессор даже всякие случаи бывали с этими телевизорами так что я примерно там прикинул цену от и до сказал не хотят будут покупать новый телевизор так что этот телевизор теперь мой я его отставляю есть куда пусть стоит может быть попадется какой-то донор возьму с донора трансформатор или будет время и я сюда интегрирую какой-то другой трансформатор и сниму еще один ролик а пока ролик заканчивается на вот этом этапе победил частично пишите ваши комментарии подписывайтесь кто не подписался будет еще много интересных роликов рисунок ее these все все